добрый день друзья давно не снимал видео сейчас занимаемся обкаткой трактора ищем нюансы где потеки нюансики нюансики у меня появились сальник потек здесь в мосту кардан снял чтобы это уже не мучить подвесной заказал муфту кстати сюда чтобы шплинт снимаешь палец снимаешь распринтовываешь снимаешь и все их когда можно уже не не снимать отсюда он будет прокручиваться за это тоже сниму видео свои впечатления тоже сниму ну вот здесь вот идут два сальника на новых мостах на старых мостах идет один сальник здесь два сальника и диаметром чуть побольше 60 68 вроде или 64 не помню в общем здесь отсюда масло потекло конечно же у нас гидравлика не держала оказывается это клапан у нас клапан мы заменили конечно тут и добраться до него очень сложно вот здесь вот у меня клапан старого образца заменил его сразу там точить не не было смысла там аж это маленький скол был вот в самой кабине еще ничем не занимался потому что вот ну хорошо что еще и не занимался обкатываем тут появляются постоянно нюансы недоделочки доделываем и сейчас на это времени нету сейчас больше занимался занимался косилкой надо еще тоже доработать и вот занимаясь ботворезом я собрал такой ботворец тоже гулевский мост укороченный в общем короче вчера я все пробовал испробовал и вот у меня уже два раза обрывает вот здесь вот палец то есть он просто здесь вот круглый и насквозь просто палец был на 8 палец его сразу оторвало вот на 10 тоже оторвало сейчас буду ставить на 14 сделаем отверстие на 14 поставим посмотрим нагрузка хорошая кстати хочет как триммер на не ожидал вот принципе весь трактор вот весь трактор в траве такой мелкой как триммер косит его отмывать просто сложно будет да конечно но ничего от моем сейчас ставим на 14 палец и я вам сниму как он косит посмотрим выдержать не выдержит вообще хорошо было бы здесь со шлицами вот шлицы это было бы вообще замечательно но токарист это у нас такое дорогое удовольствие тут очень дорогое удовольствие чтобы шлицы сделать хотя у меня и карданчик есть под такой размер со шлицами это какой-то комбайновский у меня он вот но не знаю может и до этого тоже дойдем надеюсь что пальцем на 14 отделаемся может быть даже два пальца хотя тут место на два пальца можно и найти можно постараться найти ладно этим займемся это видео прикреплю сегодня же вот ну трактор все красочка держится все как надо свет еще не подключал ничего не подключал давление пятерочка потом уже на горячую четверочка все как надо все хорошо работает пока что проблем нету так ну что приехали от всех подальше потому что я не знаю что нибудь оторвет кому нибудь прилетит будем пробовать потихонечку включаем он и будем пробовать оторвет не оторвет на палец скорость бешеная все включили и пойдем и и Аж под ногами дует, вот трава летит. Это я вчера пробовал, тут уже нужно смотреть по высоте. Если слишком низко опустить, то получается, что он вообще землю шкрябает. Ну это само собой понятно. Тут нужно следить, конкретно следить. Потому что опасная тема вообще, вот эта вот вся затея. Ну и конечно же, чтобы никого не было рядом. Вот он сейчас включился. Обороты тысяча. Но там бешеные обороты вообще. Попробуем еще назад объехать. Что-нибудь покосим. Надо, если чуть-чуть навеску опустить. Видите, что творит? Не ботворец, а ротор какой-то. Ну, по поводу такого дребезжания, мне кажется, надо вот еще усилить, подстраховаться. Чтобы ничего не было, ничего не случилось. Косить будем всего лишь ботву от картофеля, больше ничего. Вот так вот. Поедем домой. Скорость. О, не включили. Ну, тут ничего не было, это мы обошьем. Красивенько. Зато у нас все в троли теперь. Вот так вот, короче, друзья. Всем спасибо, всем пока.